Мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли. В этом контексте шел разговор с Путиным по основному вопросу, для чего мы и встретились. Второй комплекс вопросов был экономические вопросы. Это и нефтегазовые проблемы, как это в СМИ они подавались. Это вопросы промышленной политики, вопросы развития сельского хозяйства и взаимодействия двух стран в этой сфере и так далее. Ясно, что и в сельском хозяйстве у нас практически нет проблем. Мы четко формируем программы на каждый год, в том числе и по поставкам продовольствия, особенно в Российскую Федерацию. Например, в Российской Федерации сегодня дефицит молочных продуктов, молока 7 миллионов тонн. Мы поставляем туда 4 миллиона тонн. 3 миллиона еще свободный рынок не закрывается, а надо закрывать, чтобы цены не плясали и не поднимались. И я прямо Путину сказал, ну зачем вы блокируете поставки белорусской продукции на российский рынок. То же самое и по мясным продуктам происходит. Мы что, создаем конкуренцию вашим предприятиям? Практически нет, потому что рынок свободный. То, что у нас цены ниже и качество выше, но это не повод для того, чтобы нас гнобить и опускать, и не пускать на рынок. Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов, допустим. Надо эту продукцию перерабатывать на современных молока и мясоперерабатывающих предприятиях и так далее, и так далее. Тогда на рынок будут попадать нормальные по качеству продукты. Ну и цены, ребята, это не тот случай, когда можно наживаться на кошельках или карманах россиян. Ведь наша продукция, это не столько премиум класса продукции, а это для обычных людей в обычных магазинах. Хотя и мы и премиум производим, но в основном поставляем в Российскую Федерацию на рынок. На это есть большой спрос для обычных людей, для среднего класса, как у вас принято говорить, для рабочих, крестьян эту продукцию. И они любят эту продукцию, и мы открыты, приезжайте, проверяйте, что нам прятать, потому что мы, молокоперерабатывающую мясную промышленность, в общем, переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами. Для нас открылся европейский рынок. Они приехали, проверили, говорят, да Господь, с вами мы не ожидали, что у вас такой уровень. Мы поставляем в Европу, те же тщательнейшим образом подходят к отбору этой продукции. Мы туда поставляем, а россияне начали тормозить. Но мы перешли в связи с этим к другому вопросу. Я ему показал, кто наживается на этой санкционке, за что нас всегда говорят, вот польские яблоки, вот немецкое мясо или голландское. Да Господь с вами, вы разберитесь, кто это везет. И что в этой ситуации можем сделать мы? На территорию Белоруссии можно завести продукцию любого государства. Любого. Так это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги. Российские бандиты. И я ему раскрыл карты. И мы в ближайшее время предпримем, мы договорились об этом, систему мер для того, чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить. Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством, и чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов, это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно. То есть мы имеем балансы на каждый год. Сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы там завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо. Мы этого не делали и не делаем. Но в ближайшее время мы тут разберемся. Что касается вопросов промышленности, ну надо идти в направлении кооперации. Но чего нас гнобить и создавать нам проблемы? Зачем ставить, допустим, КАМАЗ в более выгодные условия перед нашим МАЗом? Зачем? Общий рынок, давайте договариваться и работать на этом общем рынке. Надо кооперироваться, никто не против. Но это должно быть порядочно, честно, не то, что вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него. Зачем подобным образом действовать? Ничего никому мы не собираемся отдавать. Если вы хотите участвовать в приватизации, цена известна. Платите деньги и приходите, мы не против. Но главное, чтобы людей на улицу не выкидывали с этих предприятий. И чтобы это предприятие модернизировалось и развивалось. А не то, что мы взяли сегодня за бесценок это предприятие, завтра его закроем, чтобы на рынке не мешало. И забудем о нем. То есть промышленная политика, сельскохозяйственная политика, это будущего высшего госсовета союзного государства. Вопросы, которые мы рассмотрим. И договорились по вопросам поставки нефти на территорию Беларусь в прежних объемах 24 миллиона. То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу. И Россия компенсирует нам вот это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет нефти. За счет реэкспорта нефти. Они нам отдают миллионы тонн нефти. Продавайте деньги, забирайте себе в размерах таможенных пошлин. Поэтому мы за счет этого, конечно же, получили более низкие цены на природный газ. И на нефть цены сейчас приемлемы. Тут у нас проблем нет и не будет. Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов. Хотя они сейчас очень высокого уровня. Но закончим. Если это будет 95% выход светлых нефтепродуктов, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе. Мы можем с рынка любого покупать нефть, перерабатывать себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают. То есть вот целый блок этих вопросов, плюс вопросы человеческого характера, людские вопросы, которые очень важны для функционирования союзного государства. Мы тоже их обсуждали, но критических тут таких проблем нет в отношении людей. Перемещение, трудоустройство, пенсионные, социальные вопросы. Тут у нас уже вопросов немного. Вот это основные вопросы, которые обсуждались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА